Итак, приветствую всех, друзья! Сегодня мы подводим итог моего конкурсного видео. Конкурсное видео было размещено ровно месяц назад. Называлось оно «Тэг 5 фактов обо мне плюс конкурс». Не знаю, видно или нет, надеюсь, что видно. Я посмотрела его свыше 100 человек и оставила 15 комментариев с вопросами. И давайте начнем. Я буду отвечать на вопросы и по мере того, я буду прочитывать, анализировать вопрос. Нравится он мне, нет, интересный он, сложный ли. И уже по ходу выбирать, какой вопрос был интересным. Как я и говорила в том видео, не факт, что один будет победитель. Возможно, их будет несколько, потому что вопросы все разные. И, может быть, несколько вопросов мне покажутся довольно интересными. В общем, как вы уже поняли, поболтать я люблю. Давайте начнем. Подарки покажу в конце, потому что там тоже есть небольшой нюанс. Так, я буду смотреть, читать и уже отвечать. Нюсяка спрашивает. Леночка, замужем ли ты? Я никогда не была замужем. И сейчас не замужем. И пока, в общем-то, не планирую, потому что как-то, ну, нет никого. Думаю, что ответила. Я не замужем. Я совершенно свободна. Мариночка Жукова спрашивает меня. Леночка, привет. А какие у тебя планы на лето? С большим удовольствием участвую в конкурсе. Вот тут я хочу отметить, что вопрос интересный. Потому что месяц назад, когда я снимала видео с вопросами, как бы с конкурсом, планы на лето были совершенно обычные, и, в общем-то, ничего не меняется из года в год, как правило. Но за этот месяц, который прошел, пока вы задавали вопросы, все очень сильно поменялось. Как бы так сказать, какие у меня планы на лето? Планы на лето, то есть, вот сейчас в июне у меня несколько судебных заседаний. Я надеюсь с этим разобраться. И что-то уже прошло, что-то еще будет. И думаю, что, наверное, до отъезда я еще сниму парочку видео по поводу всех этих дел. То есть, это и мошенничество. У меня было такое видео. Ссылочку я оставлю. И по поводу мошенничества, и по поводу того, как я влетела в такую же ситуацию. И, в общем-то, в общем, это будет отдельное видео. А дальше уже, то есть, изначально я хотела в июне уехать на дачу до конца лета. А в итоге, вот, получается так, что месяц еще я буду здесь. То есть, до конца июня. И уже в июле я уеду до конца августа. Тоже тут такие, как бы, нюансы. Снимать я буду, конечно, буду. Потому что, если я долго не снимаю, я отвыкаю от камеры. И потом это как-то не получается. Вот так вот сесть и начать говорить. Вот. Поэтому снимать я буду. Но видео, скорее всего, будут выходить где-то раз в 2-3 недели. То есть, я планирую, может быть, за лето 2-3 раза приехать в Москву. Поскольку у нас там нету ни бани, ни какого-то глобального такого сооружения, где можно конкретно так помыться. Поэтому за лето я планирую 2-3 раза приехать в Москву. И, соответственно, на сутки. Соответственно, если будет возможность добавить видео, я непременно это сделаю. Потому что мне тоже, как бы, не очень хочется исчезать на несколько недель. Но, в принципе, я вижу, что мной народ начал интересоваться. Это приятно. Давайте дальше. Я думаю, что ответила. То есть, планы на лето. Ну, так, даже нет. Знаете, наверное, не так. Так, вопрос интересен еще потому, что свои планы на лето я хотела снять в последнем, которые были выходные, вот в эти выходные в дачном влоге. И, как бы, рассказать о них более развернуто. Извиняюсь. Не знаю вообще, из-за чего. Из-за пыли, наверное, ремонтной. Ну, немножко першит горли. Так, я не на весь вопрос полностью ответила. В общем-то, планы таковы, что в конце июня я уезжаю до конца августа. Видео будут выходить, потому что я буду приезжать, поскольку там у нас интернета нет. За два месяца я планирую два или три раза приехать. Поэтому думаю, что видео будут. Снимать я там буду постоянно, потому что там есть что снимать, там много всего. И плюс у меня, я взяла туда штатив уже, поэтому сейчас снимаю на специальной подставке. Значит, и у меня есть несколько идей для постановочных видео на природе. Поэтому, в принципе, снимать я там планирую много. И в плане уже, скажем так, конкретно на лето, какие планы. То есть, вот я уезжаю, и зачем я уезжаю. Планов очень много. Давайте так, чтобы не затягивать, это будет отдельное видео через неделю. Вопрос этот очень интересный, поэтому Марина у меня будет первым победителем. Поскольку планов очень много, и я планирую их все реализовать. Потому что уже, как бы, ну, время идет, как бы время поджимает. Оно не стоит на месте, и нужно двигаться куда-то, как-то развиваться. Поэтому вот так вот. Дальше. Итак, сели батарейки. Второй вопрос, или даже нет, какой-то третий вопрос у нас был от Риши Риши. Почему решила завести канал на Ютубе, и кто или что тебя на это сподвиг? Вопрос тоже достаточно интересный. Наверное, Иришка станет вторым победителем. Потому что очень такой это глобальный вопрос на самом деле. Сейчас постараюсь сформулировать. Достаточно сложно. Значит, как сказать. На Гугле я зарегистрирована уже очень-очень-очень давно. У меня когда-то была почта там, я потом ее удалила. Но где-то, наверное, года четыре назад я понятия не имела вообще, что такое Ютуб. И что это какое-то место, где все снимают, выкладывают, общаются. Я его не смотрела и вообще жила какой-то другой жизнью. Но потом как-то так жизнь повернулась, что тут как бы, я не знаю, глобальный такой ответ получится. Так сложилось, что я переехала на другую квартиру и жила отдельно. Квартира была однокомнатная и очень маленькая. У каждой девочки у меня вещей просто очень много. И я стала интересоваться темой организации вещей. То есть как бы их вот как-то так сложить, покомпактнее. Как-то вот хранить, чтобы все было под рукой. При этом было компактно и много всего влезало. Вот, и мой бывший молодой человек, он часто смотрел всякие видео на Ютубе. И я тоже стала, когда искать вот эти всякие темы по организации, я попала на Ютуб. То есть я, как обычно, в Яндексе ввела в поисковик какую-то информацию и меня выкинула на Ютуб. Вот, и там я впервые наткнулась на видео Ирины Саковых. И как-то вот меня эта девушка расположила к себе. То есть я понятия не имела, что она там топовый блогер какой-то, что она какую-то нишу занимает на Ютубе. Я вообще не знала, кто она. Просто вот мне понравились ее видео, понравился голос, понравилось, как она общается со зрителем, так скажем. Он говорит, рассказывает, показывает. Вот, и тут как бы моя жизнь разделилась, скажем так. То есть я, смотря ее видео, я, можно сказать, в нее влюбилась, скажем так. То есть это мой самый любимый блогер, с которого все началось. Началось мое общение, знакомство с Ютубом вообще в целом. Вот, и у нее были несколько видео, где она, то есть ей там тоже задавали вопросы, совершенно аналогичные, почему вы создали этот канал, там, как относятся ваши близкие к этому. И она, было у нее видео в парке, и она сказала, что если вы решили снимать, во-первых, не останавливайтесь, а во-вторых, если, как бы, близкие вам люди задаются вопросом, а зачем, спрашивают вас, а зачем вам это надо, ну, как бы, это ваше хобби. То же самое, что собирание марок, там, и коллекционирование, не знаю, крышек пивных, это то же самое, только у каждого свое. А у кого-то это перерастает в работу, ну, а у кого-то просто хобби остается. Вот, поэтому, если близкие не понимают, ну, постарайтесь им объяснить. Если они не хотят этого понимать, то есть это уже, как бы, ваши проблемы. И вот, благодаря этому видео, то есть я уже где-то на протяжении года смотрела ее видео, ее ролики, и я вдруг загорелась мыслью, что тоже хочу свой канал. Вот, и после этого видео я решила, что однозначно я буду открывать свой канал и снимать видео. При этом, как бы, у меня, ну, я много снимаю, я люблю снимать, и у меня есть опыт, скажем так, репортажной съемки, то есть когда-то, много лет назад, по работе мы ездили в музей Марины Цветаевой, и там я должна была у ее родственников брать интервью. Вот, это было очень давно, я уже практически не помню, как это все проходило. Вот, но снимать мне нравится. И поэтому, вот, я решила, что вот после этого видео Ирины, я решила окончательно, что я должна свой канал открыть и буду снимать видео. Вот, так что могу сказать, что мое знакомство с Ютубом началось с Ирины Соковых, и, собственно, канал я свой открыла благодаря ей, то есть она как-то меня прибодрила и вот подвигла именно, да, наверное, так. То есть собиралась я довольно-таки давно. Я думала, на что же я буду снимать, а как я буду монтировать, а что у меня, как, что, в общем-то я так вот трусила-трусила, потому что не знала вообще с чего начать и как двигаться. Но вот, благодаря Ирине Соковых я сделала первый шаг и до сих пор этим занимаюсь и пока мне нравится. Вот, так что вот так вот. Но на самом деле это не полный ответ, если углубляться еще более полно и развернуто, этот ответ один займет минут 20. Поэтому давайте дальше. Вопрос мне понравился и однозначно будет на него подарок. Саша Капитонов спрашивает, в какое время вы отправились бы, если бы существовала машина времени? Потрясающий вопрос, потому что мало кто об этом спрашивает и мало вообще кто знает о том, что я бы хотела жить в другое время. Не в будущее, в прошлое. Я бы отправилась, наверное, либо в 17 век, ну вот конец 17-го, начало 18-го. Как-то так мне вот это вот, ну нравится вот эта эпоха. Либо я бы, наверное, отправилась где-то в век 12-й-14. Но это вот самый крайняк. То есть лучше, конечно, 17-й, 18-й. А если не получится, тогда уже еще туда дальше. Вот. Мне нравились и костюмы, и вот та культура, которая была в то время. Об этом мало кто знает, поэтому вопрос интересный. Вообще мало кто знает, что я бы хотела жить в другое время. Даже не потому, что там мне нравится эта эпоха, а потому что я человек консервативный. Да, такое слово есть. Консервативных взглядов. И в современном мире с такими взглядами не выживают. Поэтому я бы предпочла родиться на несколько веков раньше. Надеюсь, ответила. Роман Меломан. Тяжело жить в Москве одному, если работа с невысоким доходом. И в какие супермаркеты лучше ходить. Ну, у меня першит. Это вода. Ну, вопрос такой, скажем, даже не столько обо мне, сколько о моем взгляде на мир. Я вам скажу, что одному в Москве тяжело. Не столько жить, сколько снимать квартиру. У меня подруга снимает комнату за 12 тысяч. Уже несколько лет, но ей плату не повышают. Снимать, допустим, однокомнатную квартиру стоит около 35 тысяч в месяц. Насколько я знаю. Купить квартиру, это еще больше денег. Это около 2 миллионов нужно, чтобы однокомнатную квартиру купить. Малогабаритку. Поэтому сказать, что в Москве жить тяжело, это ничего не сказать. Очень тяжело. На мой взгляд, очень тяжело. Если вы, допустим, получаете невысокий доход, если вы получаете в пределах, ну, в пределах, скажем так, 30 тысяч, то вам нужно жить либо в общаге, либо снимать квартиру с друзьями. Если вы, допустим, не местный. Если вы местный, то вполне можно поступить со своими принципами и жить с родителями. Потому что это очень сильно экономит расходы. В то же время, вы можете, например, чтобы не казаться уж слишком нахлебником, да, на родительских плечах, вы можете вполне покупать продукты, там, на месяц закупаться, то есть стабильно тратить десятку на продукты, чтобы вся семья была сыта. Чтобы на вас не косились там друзья и не говорили, что вы родительский нахлебник. В какие супермаркеты ходить? В самые дешевые. Если, вот, мой опыт, да, когда я жила отдельно, я снимала квартиру, но я снимала квартиру по знакомству, поэтому однокомнатная квартира мне стоила 10 тысяч в месяц. Но с учетом дела ЕМОГО, там ремонта за мой счет, который входил в стоимость аренды. То есть, если я делала ремонт, это вычиталось из аренды. Мы ходили в самые дешевые магазины. И даже если мы ходили в дорогие магазины, то есть, есть магазины, скажем так, есть три категории магазинов. Низкого класса, среднего класса и премиумного класса. К низкому классу я бы отнесла магнит, монетку, фикс прайс, заодно, и какие-то магазины обычные магазины, то есть, где не супермаркеты, где ты приходишь и тебя рассчитывает кассирша. То есть, ты покупаешь через прилавок. Там, как правило, много чего дешевле, и не нужно как бы заморачиваться, то есть, можно купить большую часть продуктов в одном месте. И не нужно лишний раз гулять по магазину. Значит, к среднему классу магазинов я бы отнесла пятерочку, дикси, фасоль, да, и, наверное, Ашан. Это вот из тех, которые я знаю, в которые я ходила. А, еще идея. Вот, тоже такой средний класс. То есть, там есть что-то дешево, что-то дорого. Часто бывают акции, поэтому можно купить что-то с очень большой скидкой. Причем, кроме пятерочек и дикси, я имею ввиду, вот, например, да, или идея очень, ну, как очень часто, довольно-таки часто в этих магазинах проходят акции, где можно купить товар действительно с хорошей скидкой. Не просто это вот рекламный ход, а действительно хорошая скидка. Дикси и пятерочка просто такой магазины среднего класса, но там нужно быть начеку. Последнее время там стали мухлевать с ценами, поэтому... Ну, и уже, скажем, магазины премиум класса, да, такого, это ОК, это Перекресток, это Билла, это Спар, по-моему, называется, это там, не знаю, какая-нибудь Мега, не знаю, в общем, ну, уже какие-то другие магазины, где я никогда не была. то есть там метро Cash and Carry, где ты оптом покупаешь продукты, и если ты покупаешь их не оптом, они стоят очень дорого, если оптом, то они стоят копейки, но чтобы покупать оптом, у тебя должна быть клубная карта. Вот. ОК, и Перекресток, скажем так, для меня, это премиум класса магазины, точно так же сейчас появились новые какие-то с экологически чистой едой, пищей, продуктами. Я этого не понимаю. То, что там на продуктах не написано, что они содержат ГМО, это точно такие же продукты, как из пятерочки, на которых точно так же не написано, что они не содержат ГМО. Чем они отличаются? Ценой. В общем-то, и все. То есть, в Москве трудно, я не знаю, кто вам говорит, что, может быть, здесь легко, все дается, легко, можно всего достичь, это совершенно не так. В Москве очень тяжело. Тем более, если ты один, если ты не местный, если у тебя нет квартиры, если тебе ты вынужден снимать квартиру, то здесь очень тяжело. очень тяжело. Я бы сказала, что в Москве должен жить человек, у которого здесь есть родители с квартирой. Если он получает до 30, то этого вполне ему хватит. Если он получает до 30, и он приехал откуда-то, надо искать другую работу. Вот так вот. Но вопрос не могу отметить, поскольку вопрос не обо мне. Так, Кейли Плей. Надеюсь, правильно произошло. Сколько в Москве стоит самая дешевая квартира и за сколько? Вопрос вообще не по теме. Честно говоря, я понятия не имею. Самая дешевая квартира и сколько именно она стоит. Но я думаю, что это однокомнатная квартира в пределах 2 миллионов. и то, это я бы сказала, что это где-то на окраине Москвы, то есть ближе к МКАДу. То есть в старых домах, например, 9-этажных или даже 5-этажных. Хотя 5-этажные сейчас дурацкая реновация так Анютка Аналика вопрос Какова твоя мечта и цель в жизни? Спасибо за видео. Извините, что-то очень сильно начало болеть горлом. Мечта и цель в жизни? Мечта, наверное, своя семья, чтобы были дети, любимый, любящий муж. А цель самореализоваться. Я бы хотела скажем так зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится. Я бы хотела развиться и реализоваться именно в этом направлении. Чтобы работа, которую я делаю для себя, стала работой жизни и получать от нее удовольствие. Наверное, вот так вот. Я стараюсь эту цель достигнуть, стараюсь какими-то путями к ней приближаться с разных сторон, поскольку с одного направления не пройти. Итак, теперь закончилась память на карте. давайте продолжим. Вопрос Анюткин довольно сложный, поэтому я не могу сказать, что он интересный для меня, но довольно сложный, поэтому увы. Дальше. Чина ТВ спрашивает. Хочу спросить, что тебя натолкнуло на создание канала? Спасибо, удачи, отличного настроения. Вопрос уже такой был в начале видео, я уже отвечала. Собственно, Ирина Соковых во всех смыслах явилась начальной точкой к рождению моего канала. Перелих уходим. Дальше. Отметить не могу вопрос, поскольку он уже прозвучал. Как вы относитесь к Ю-Х-2-Л-Л спрашивает. Как вы относитесь к УКРАИНЕ? Нормально. Если развернуть этот вопрос, если я подозреваю, что там есть какой-то политический подтекст, две вещи, скажем так, я на своем канале не хотела бы обсуждать. Это политика и религия. Уж как-то так сложилось, что с этими двумя темами моя личная жизненная позиция очень сильно расходится с мнением окружающих. Поэтому я бы не хотела освещать данные моменты в мое отношение к политике, как за кого я там, за демократов или за каких-то коммунистов. Это не важно. Потому что я вам сейчас расскажу, почему это не важно. точно так же, как религия. Какой ты религии относишься, мне это не важно. Даже если ты вообще в нее не веришь, в эту религию и в Бога как такового. У меня есть подруга, мы раньше работали вместе, потом она познакомилась с мужчиной с Украины. Извините, я не могу говорить из Украины. С Украины. И уехала туда, и они уже официально поженились, уже несколько лет живут. Я заметила, как она изменилась за это время, пока она там живет, как изменились ее политические взгляды. Я это видела, потому что она выражала их, но я дала человеку понять, что мне вообще все равно. Если ты там ненавидишь одного политика, а любишь другого, это все не важно на самом деле. Какой бы политической структуре вы ни относились, это все не важно. Мы как были подругами, так и будем подругами. Я не хочу, чтобы какие-то политические разногласия привели к тому, что мы друг друга будем посылать к чертям собачьим. Вот так вот. Поэтому я считаю так, что даже если у вас есть какой-то взгляд, направление, которого вы придерживаетесь, в политике или в религии, вы вот в это направление верите, вам нравятся его условия. Вот и следуйте дальше. Не нужно свою позицию навязывать окружающим, потому что у окружающих своя позиция. Вот и все. Поэтому к Украине я отношусь хорошо, точно так же, как к Африке, не знаю, к Индонезии, к Австралии, точно так же, как к Америке. Одинаково абсолютно. У меня есть знакомые, у меня есть друзья, в принципе, и в других странах. И я абсолютно никак отношусь точно так же, как к соседу. Вопрос такой глобальный, но я бы не хотела касаться своих убеждений. В общем-то, к Украине я отношусь хорошо, точно так же, как к любой другой стране. Ничего против Украины я не имею. тему политики я бы не хотела затрагивать, потому что мое отношение к политике в России или политике в Украине или политике в США оно отличается от вашего. Поэтому я бы не хотела тут дискуссии разводить на эту тему. Хорошее у меня отношение к Украине. Так, просто я спрашивает вы замужем и есть ли у вас дети? Вопрос уже был от Нюси по-моему. Я не замужем, никогда не была и пока не планирую, потому что у меня никого нету. Я совершенно одна и свободная и счастливая. Детей у меня тоже нет, потому что у меня консервативные взгляды я никогда не заведу ребенка ни в браке. Надеюсь, что понятно. Это тоже не то, что интересный вопрос, это сложный вопрос, поэтому если вам будет интересно дальше развивать эту тему, оставляйте вопросы следующие под этим видео. И я думаю, что если эта тема с вопросами наберет какой-то интерес, то я буду периодически на них отвечать. Даша Фай, Леночка, сколько вам лет? У меня тоже есть канал, давайте дружить. это не интересный вопрос, это смешной вопрос, потому что скажем так, 30 плюс, я точно не знаю, на самом деле, потому что после 30 перестаешь за этим следить. Вот, я не знаю, как это происходит. Я могу сказать, что родилась я в 83 году, 1983, считайте сами, потому что вот был у меня юбилей в 30 и после этого я перестала считать, ну, то есть я знаю, что у меня день рождения в августе, да, в середине, тоже как бы я дату бы не хотела афишировать, но я могу вам сказать, что по-моему в 98 именно в этот день случился какой-то там переворот если вы знакомы с историей современной России и знаете эту дату, то я думаю, что вы знаете, когда у меня день рождения собственно день рождения я как бы отмечаю в узком семейном кругу каждый год, иногда с друзьями встречаюсь, но только если это как-то оговаривается заранее, но какой год за каким идет, то есть там какой возраст мне наступил, я не считаю уже, и честно говоря, я не помню, иногда знаете, приходишь куда-нибудь ну в какое-то место, где нужно ну тебя спрашивают возраст, а ты такая стоишь и не знаешь, ну там спрашивают полный, сколько вам полных лет, и я такая не знаю, не помню, но бывает вот в поликлинике иногда спрашивают, 30 плюс, я дала в принципе достаточно подсказок, чтобы вы сами догадались, на самом деле я честно я не помню, 30 плюс, вот, и у нас определилось два, нет, три, по-моему, три победителя, Марина, Иришка, и Келли, нет, не Келли, Саша Капитонов, призах, призах, ну, тут все довольно прозаично, на самом деле, призы у меня разные, наверное, я показывать их сейчас не буду, я оставлю под видео ссылочку, и на видео будет вот здесь в уголке, ссылочка на призы, которые победители смогут сами выбрать, что им больше понравится, что они хотят получить в качестве подарка, а я благодарю вас за вопрос, это был интересный опыт отвечать на такие какие-то интересные такие сокровенные вопросы, и опять же, если вдруг что-то появилось в процессе, какие-то вопросы, не стесняйтесь, под любым видео, не обязательно под этим, оставляйте вопросы свои какие-то, если вдруг что-то вам стало интересно на любую тему, кроме политики и религии, и если будет скапливаться много вопросов, но в пределах 15, потому что 15 вопросов, я люблю поболтать, это занимает очень много времени, в общем-то оставляйте вопросы под любыми видео, любые вопросы, и если эта тема будет интересной, я буду периодически снимать ответы на эти вопросы, подписывайтесь, если вы еще не подписались, и ставьте пальчики вверх, мне будет приятно, увидимся в следующих видео, пока-пока! пока-пока-пока! Продолжение следует...